Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Возложение цветов и праздник десанта, как в столице ВДВ отметили праздник. Футбольные парашюты рязанских футболисток. Рязань ВДВ продолжает серию побед. Акварельные зарисовки. Расскажем, для чего создают акварельные зарисовки и где их выставляют. 2 августа – День воздушно-десантных войск. Один из главных праздников для Рязани. Как известно, столица ВДВ. Торжества начались с возложения цветов, в которых приняли участие и справедливоросы. 2 августа для всей десантуры Рязани – прошлый и нынешний праздник особый. День гордости, как они его еще называют. Внутри боевого братства принято неукоснительно соблюдать традиции. Чтить память погибших возлагают цветы и выражать уважение основателю войск. Василию Маргелову – одна из таких. Рязань справедливо называют столицей ВДВ. Днем ВДВ, днем гордости, днем самых-самых великих советских воинов. Воины-десантники, гвардейцы-десантники всегда стоят на острове. Для ветеранов ВДВ и справедливой России этот день тоже почти родной. Во-первых, лидер партии Сергей Миронов сам в прошлом десантник. А во-вторых, голубых беретов в рязанском отделении всегда было много. Потому что за справедливость. Для нас это большой праздник. И наш руководитель также был десантником. Мы считаем, что десантники определяют образцы героизма и мужества. Они в мирное время занимаются патриотически многие воспитания молодежи. Мы хотим пожелать всем десантникам мирного неба над головой, крепкого здоровья и больших достижений в выполнении своего воинского долга. Сегодня боевые рубежи десантников-партийцев в сфере патриотического воспитания. Важно помнить героическую историю своей родины, своего народа не только по праздникам, говорят они. Именно поэтому представители партии «Справедливая Россия за правду» активно занимаются военным патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Организовывают патриотические лагеря и встречи с ветеранами войны. Мы пытаемся привлечь молодежь к всей этой тематике, проблематике. Они занимаются, общаются с людьми, кто отслужил, кто участвовал в разных событиях по защите Родины. Поэтому вот этот процесс, он запущен. Мы его будем усиливать, расширять. Сейчас вот межвузовское взаимодействие мы организовываем, между именно гражданскими вузами и силовыми вузами. Поэтому вот этот процесс, он у нас в этом году вышел уже на новый уровень. Мы провели летние сборы, сейчас будем осенью сборы проводить. И, соответственно, с началом учебного года по планам утвержденным будет работа продолжена и она будет усиливаться. Наиболее активным в области военно-патриотического воспитания сегодня вручили почетные правительственные грамоты. И работать с молодежью в партии «Справедливая Россия!» за правду намерены и дальше. Чтобы вопросов из разряда «Что такое День Победы?» у подростков не возникало в принципе. Ангелина Никитина, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тем временем основные праздничные мероприятия развернулись на стадионе «Спартак». Дату в городе решено было отметить с размахом. Десантники представили образцы вооружения и военной техники, прыгали с парашютом, а под конец устроили самый настоящий бой с террористами. Станислав Ионис показывает внуку, на каких автомобилях он ездил во время службы. Правда, на выставке техники проще говорить о тех, на которых дед не садился. Ветеран начал службу в 85-м, закончил спустя 21 год. Был заместителем командира роты по технической части, вышел в отставку в звании гвардии старшего прапорщика. На его груди красуются несколько медалей, в том числе две за отвагу. О подвигах, говорит, просто участвовал в боях. Для меня всегда правильно. Это войска нашего Василия Филиппича. На экспозиции образцов вооружений и военной техники он уже встретил много однополчан. Еще бы, где, как не здесь, собираются люди, которые причастны к этому празднику. Вместе осматривают технику, вспоминают былое. Специально для губернатора устроили экскурсию по экспозиции. Причем в роли гида выступил сам начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерал-армии Маргелова. Варушу книзу на сайт десантируется, достает автомат и ведет огонь по противнику на площадке. БТР и БМД, Уралы, Камазы и образцы современного вооружения. Все это гордость праздничного парада. Однако само торжество отмечают на стадионе. Притом отмечает не только Рязань, но и вся страна. Рязанский край – это родина настоящих героев, многих выдающихся представителей русского воинства, доблестных военнослужащих современной российской армии. Сотни офицеров ВДВ, окончивших наше легендарное училище, по праву считают Рязань своим вторым домом. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Именно тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной Армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно владевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку и воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения, военной техники и с честью несут нелегкую службу на защите государственных интересов России и обеспечении ее безопасности. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова – единственное высшее военноучилище, которое готовит кадры для мобильного компонента вооруженных сил – ВДВ, подразделений спецназначения, морской пехоты и иных силовых ведомств. Работу тактической группы можно было увидеть воочию. Бойцы разыграли сценарий наступления на лагерь террористов. За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов. Сотни обучающихся и десятки тысяч выпускников явно говорят о том, что страна наша в надежных руках и под куполом крылатой гвардии. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Каждое лето в залах художественного музея можно наблюдать молодых людей, копирующих полотна великих мастеров. Чаще всего в технике акварели. Это студенты школы Сергея Андреяки из Москвы, который уже больше 30 лет сотрудничает с Рязанским художественным музеем. На днях открылась выставка представителей этой известной художественной школы. С подробностями Марина Романюк. Пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и композиция. Такое разнообразие жанров встретишь не на каждой выставке. Всю эту мозаику объединила акварель. Причем совершенно отличная, от той, к которой мы привыкли. Плотная, насыщенная. С первого взгляда больше похоже, что картины написаны маслом или акрилом. Сергей Андреяков автор новой методики возрождения акварельной многослойной живописи. Все, кто знаком с его творчеством, кто бывал уже в наших залах, отмечают особую виртуозность мастера, умение передать тончайшие нюансы и живописи, и каких-то композиционных находок. Нужно сказать, что это искусство всегда очень любимо зрителями, поскольку оно понятно, оно доступно. Такую живопись называют салонной. Пик популярности подобные сюжеты получили еще в 19 веке. На выставке работы нескольких мастеров, представителей школы Сергея Андреяки. Все они пишут о многообразии русской природы, о неповторимом очаровании небольших провинциальных городов, о глубоко русском и родном. Потому, несмотря на разнообразие жанров и авторов, общее настроение экспозиции, романтизм, гармония и легкая грусть о чем-то неуловимом. Одна из художниц, чьи работы можно увидеть в зале, Ксения Кашина, сама выпускница школы, а затем и Академии акварели Сергея Андреяки. Сейчас преподает там же. Техника многослойной акварели. То есть не техника а-ля прима, когда в один слой пытаются прокрыть всю поверхность сразу, а это многослойная, длительная техника, много сеансов и длительная работа. Наша техника – это реализм, работа длительная, тонкая, для рассматривания пристального, близкого. Одна из первых персональных выставок тогда еще молодого, но уже многообещающего художника Сергея Андреяки состоялась именно в Рязани. Тогда же он провел здесь свой первый мастер-класс. С тех пор тесная дружба связывает учебное заведение и художественный музей. Помимо экспозиций, которые приезжают в Рязань, наш музей, в свою очередь, предоставляет материалы для выставок в стенах Академии. Уже много лет студенты из Москвы приезжают летом, чтобы попрактиковаться в живописи, копируя картины из залов и фондов музея. Видно, что каждая акварель – это не сиюминутная, а не очень быстрая работа. Это работа очень тщательная, кропотливая. Акварельная техника вообще очень сложная. И работать акварелью, даже дети знают, как это непросто делать, а что такое многослойная акварельная живопись. Мы думаем даже показать нашим зрителям во время работы выставки. Мастер-класс по многослойной акварели состоится в сентябре. Чтобы принять в нем участие, следите за новостями на сайте и в социальных сетях музея. Возможно, проведет его снова сам Сергей Андреяка, как 30 лет назад. А пока насладиться необычайными картинами можно ежедневно, кроме понедельника. Выставка работает до 25 сентября. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Удачно выдался второй к ряду домашний матч в женской суперлиге для нашей футбольной команды «Рязань ВДВ». На этот раз соперницами десантниц стали сибирячки из Красноярского Енисея, обосновавшиеся в середине турнирной таблицы. Впрочем, наших девушек это не смутило. Стартовый натиск рязанских футболисток, а не в белом, буквально ошеломил гостей. Раз за разом отправляли десантницы свои парашюты в штрафную соперницы, только мастерство стражеворот Енисея Анастасии Климовой не позволяло хозяевам открыть счет. Но после третьего корнера и она была бессильна. Хозяева прижали и сразу показывают, что готовы они забивать с первых минут. Удар под перекладину, шикарный выстрел. 1-0. Забивает «Рязань ВДВ» Ксения Алпатова. Попадает просто изумительно. Своё весомое преимущество по ходу первого тайма рязанские футболистки могли воплощать во второй забитый мяч уже на 17-й минуте. Пушка страшная от Алины Скидан заставила звенить стойку енисейских ворот. Впрочем, заигравшись в атаку, хозяева зевнули контровыпад. Валерия Алешичева выскочила на рандеву с Маргаритой Широковой, но переиграть галкипера Рязани в ближнем бою не сумела. Второй тайм рязаночки начали с активного прессинга и, показалось, намеренно отдали инициативу. Это сработало на 56-й минуте. Ксения Шахова выдала идеальную передачу на ход Виктории Дергаусовой и та точным ударом завершила свой славанный проход. А пока момент у Дергаусовой на скорости, она пытается прорваться. Дергаусова забивает 2-0. После гола хозяева решили играть по счету. Красноярки все чаще стали проникать в их штрафную. В одну из пауз наставница енисея Ольга Капустина попыталась скорректировать игру своих подопечных. Этот момент попал в телетрансляцию. Своего шанса футболистки в красном дождались на 82-й минуте. Очередной заброс в Рязанскую штрафную неожиданно дошел до адресата. И в полушпагате Валентина Жукова мяч в ворота все-таки протолкнула. По шансу енисей. Гол! Забивает, да, засчитано, засчитано Валентина Жукова. Но все-таки она себя поздравила. Мы, в принципе, достаточно уверенно контролировали ход игры. Забили два мяча, поэтому девчонкам спасибо большое. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Но пропустили, да, необязательный гол. Поэтому такая получилась концовка. В самой концовке матча гости могли и сравнять. Но с убойной позицией Карина Васильева пробила мимо. 2-1 в победе Рязаночек. После этой победы с учетом Кубка уже третий по счету Рязань ВДВ вышла на седьмое место в таблице женской футбольной лиги. Следующий матч в гостях с аутсайдером первенства Казанским Рубином. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.